Наконец-то наступила весна в Санкт-Петербурге. Действительно, такое приятное апрельское солнышко. Практически плюс 10 на улице сегодня. И, в общем, как говорят такие, капитан Зенита, вот и он сейчас появился в центре нашего внимания. 71-й Вадим Раков, номер 27 в составе локомотива. Ну вот и момент у Зенита возникает все-таки. На четвертой минуте это правило нарушил. И штрафной арбитр зафиксировал. Без предупреждения обошелся в этом эпизоде. Но, я думаю, запомнил все. Ох, неудачно сейчас на выходе сыграл Богдан Москвичев. И без своего вратаря оказались. Ворота были пусты. 20-я минута, нужен гол. Здесь достаточно активно есть часть болельщиков на трибунах. Но сейчас уже опасно у ворот петербургского Зенита. Видите, такой обмен атаками. И проход. Ох, ох, ох. Какой гол удается сейчас. Сумасшедший, я бы сказал, Кириллу Никишину. Он 14-й свой мяч забивает. Становится лучшим бомбардиром МФЛ здесь и сейчас. Но самое главное, что открывает счет в матче против Зенита. Кирилл Никишин с острого угла. Он решился на удар. И это было неожиданностью, наверное, для Богдана Москвичева, да и для игроков Зенита. Ну и скамейка локомотива празднует. Обращаясь. Ну что, будет удар? Ох, как сумел в этом скоплении рук-ног оказаться на ударной позиции Никита Лобов. Один из центральных защитников Зенита. И пробить по воротам соперника. Не самая очевидная ситуация. Смотрим. Ух, мяч проходит. Проходит рядом с воротами. Видите, как огорчен сейчас лучший бомбардир. Но вот сейчас Барановский с мячом. Будет бить сам. Нет, передачу он отдает. Еще один пас. На вешт штрафную. Подбор за Зенитом. Удар Барановского. Хороший отрезок. И хорошая еще одна возможность у Зенита. Посмотрите, сколько ударов у петербуржцев. Лавину поля для того, чтобы не пропустить атаку Зенита в концовке. И это удается сделать. Итак, завершены первые 45 минут матча молодежной футбольной лиги. Внимание! Вот эпизод еще один. И угловой удар. Здесь благодарят игроки Локомотива. Для того, чтобы эти перестановки произошли, пока Зенит застревает. В очередной раз в центре поля. Но с игры по-прежнему мало что получается у петербуржцев. Вся эта опасность, она из стандартов у Зенита исходит. Да, желтая карточка. Теперь уже очередь игроку Зенита ее получать. Хотя Шиленок с этим предупреждением не согласен. И для него оно становится вдвойне драматичным. Потому что для него это уже вторая желтая карточка. Все. Зенит остается в меньшинстве. И Локомотив вынужден уже обороняться. Зенит в атаке. Удар! Ооооо! Вот это гол. Красиво. Тут стоит действительно поаплодировать. Потому что у Дмитрия Васильева получился вот такой удар. 1-1. Зенит в меньшинстве сравнивает счет. И посмотрите, как торопится петербуржцы этот мяч в центр поля поставить. Впрочем, нельзя сказать, что и Локомотив как-то блещет в нападении. Но вот тот момент, который был. Использовали сейчас. Мог быть еще один пропущенный мяч. Но мяч попал в руку игрока Локомотива. И поэтому игра остановлена. Так и Локомотива. Передача в штрафную. Прострел. И. Гол. Авто. Гол. Вот видите, все неприятности, какие можно, Денис сегодня все-таки собрал. Да, в этой игре сейчас, в принципе, позиционная атака достаточно, я бы сказал, ординарный. Вот такой поворот в ее концовке. На 85-й минуте Локомотив вновь выходит вперед. И опять это происходит, как и в случае с удалением, прямо перед заменами, которые Константин Коноплев планировал провести и проводит. Сейчас. Сразу два свежих футболиста появляются у «Зенита» на футбольном поле. Это как раз Никита Лузан, 67-й. Один из них свалилось на команду Константина Коноплева в сегодняшней встрече. И продолжает Локомотив атаковать. Локомотив впереди, 2-1 в этой встрече. И это еще не финал, к сожалению, для «Зенита». Одиннадцатиметровый зарабатывает Локомотив. Главный арбитр, иначе придется этот удар перебивать. Итак, Кирилл Никишин, дубль, 15-й забитый мяч для лучшего бомбардира Локомотива и лучшего бомбардира МФЛ, который предопределяет результат этой встречи. Итак, 3-1 победа Локомотива. У чрезвотворожников теперь 17 набранных очков. Они сравниваются с Чертанова и подбираются туда, к первой тройке турнирной таблицы.